16 ноября 1941 года у разъезда Дубосекова под Москвой 28 панфиловцев остановили 54 гитлеровских танка. Этот подвиг был увековечен во множестве книг и фильмах. Герои-панфиловцы навсегда стали образцом мужества и героизма. А кто считает иначе, тот мразь, предатель и фашистский прихвостень. Но позвольте усомниться, ведь если бы подвиг действительно имел место быть, то он обязательно был бы зафиксирован в официальных хрониках и не только советских. Но этого нет. Собственно, нестыковки в этой истории начинаются с самого начала. В частности, если знаменитый бой у поселка Дубосекова действительно имел место 16 ноября 1941 года, то героически погибшие советские воины просто не могли носить название панфиловцы, поскольку 316-я стрелковая дивизия, которая держала оборону в этой точке боевых действий, стала называться панфиловской лишь 23 ноября 1941 года. К слову, будущая панфиловская дивизия была сформирована летом 1941 в Алма-Ате под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, до этого занимавшего должность военного комиссара Киргизии. Абсолютно логично, что личный состав дивизии в основном состоял из казахов и киргизов. Именно эту дивизию в ноябре 1941-го бросают оборонять подступы к Москве. И именно из бойцов этой дивизии выйдут легендарные 28 панфиловцев. Но вот что странно, как так получилось, что в киргизо-казахской дивизии героями оказались кто угодно, но только не киргизы и не казахи? Впрочем, один казах среди так называемых героев панфиловцев все же был. Кожубергенов Даниил Александрович. По крайней мере, так говорит официальная историография. Но пикантна ситуация в том, что он не только не погиб 16 ноября 1941 года, но даже не принимал участие во всем известном бое с немецкими танками. Хотя именно за этот бой был представлен к звезде героя Советского Союза. Но самое удивительное, что о бое с гитлеровскими танками на Волоколамском шоссе у Добосекове нет ни слова в немецкой хронике. Впрочем, в официальных донесениях Красной Армии об этом тоже пусто. Так был ли бой? На самом деле, правда о 28 панфиловцах никогда не являлась секретом для тех, кому положено знать истину. Другой вопрос, что о ней молчали. Совсем недавно министр культуры России Мединский назвал мразями тех людей, которые пытаются разобраться в правдивости так называемого подвига 28 панфиловцев. Что ж, давайте разберемся, кого именно министр, тот самый, что немного ранее доказал наличие у россиян лишней хромосомы, назвал мразями. В мае 1948 года главный военный прокурор СССР Николай Афанасьев готовит доклад на имя секретаря ЦК Андрея Жданова. Речь в нем шла о подвиге 28 панфиловцев. Дело в том, что в ноябре 1947 года военной прокуратурой Харьковского гарнизона за измену родине был арестован Иван Добробабин. Он добровольно сдался немцам и сотрудничал с ними. Каково же было удивление следователей, когда оказалось, что официальный сержант Добробабин мертв. Более того, ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за подвиг, совершенный 16 ноября 1941 года в районе Дубосекова. То есть Добробабин и есть тот самый герой-панфиловец. Советская военная прокуратура копнула глубже. Кроме Добробабина в живых остались Иларион Васильев, Григорий Шемякин, Иван Шадрин и Даниил Кожубергенов, которые также числились в списках погибших 28 панфиловцев. Теперь прокуратура вынуждена провести тщательное расследование боя у Дубосекова. Результаты ошеломили всех. Оказалось, что впервые о героическом подвиге бойцов панфиловской дивизии стало известно из заметки в газете «Красная звезда», в которой сообщалось о бое с 54 немецкими танками, во время которого было уничтожено 18 танков противника. Об участниках боя говорило, что погибли все до одного, но врага не пропустили. Вот только проверка показала, что в самой панфиловской дивизии о подвиге 28 бойцов никто не знает, а само число 28 есть выдумкой редактора газеты. Более того, знаменитые слова политрука Клочкова «Россия велика, а отступать некуда позади Москва» просто фантазии газетчиков, что также зафиксировала прокуратура. Откуда взялись имена так называемых героев – тоже загадка. Корреспонденты «Звезды» просто брали фамилии наугад из действующих бойцов дивизии. А когда история о подвиге получила широкую огласку и несуществующих героев наградили посмертно, те, кто знал правду, решили просто молчать. 28 панфиловцев не было. Но это не означает, что не было других героев – киргизов, казахов, украинцев, русских, белорусов и многих-многих других. Просто их героизм оказался незамеченным советской пропагандой, а иногда и попросту умалчивался, поскольку шел вразрез с генеральной линией партии. И этого забывать нельзя. Как и того, что правда, настоящая, невыдуманная, всегда становится известной, чтобы по этому поводу всякие мединские не сочиняли. Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если они кажутся непогрешимыми. Ведь это ваше право – думать.